Что нужно делать в день перед экзаменом, чтобы не завалить ЕГЭ? Ты готовился целый год, а может быть полгода, но в общем ты готовился. И очень важно помимо подготовки классно и правильно провести этот последний день, потому что от этого дня тоже зависит твой результат на ЕГЭ. И поэтому сегодня мы с тобой разберем, что можно и что категорически нельзя делать в последний день перед экзаменом, 10 июня. И если ты хочешь сдать ЕГЭ удачно и показать свой максимальный результат на экзамене, обязательно досмотри это видео до конца. Первое и самое важное, что в этот день ты не должен ничего учить. Твоему мозгу очень нужен отдых. Итак, представь себе ситуацию, что ты хочешь выиграть какие-то крутые соревнования, пробежать марафон, прыгнуть с парашютом, с шестом и так далее. Так вот, смотри, для того, чтобы добиться нужного результата, ты, конечно же, должен тренироваться, должен тренировать свои мышцы, учиться данному действию, прыгать, бегать и так далее. Но в день перед соревнованиями тебе нужно отдохнуть, для того, чтобы твои мышцы были в максимальной форме. Если в этот день перед своими соревнованиями ты начнешь разгружать вагоны или какую-нибудь супер-хард тренировку, то твои мышцы утомятся и не смогут показать свой максимум именно в ответственный момент соревнований. Тебе нужно максимально физически отдохнуть и быть в расцвете своих сил. Понимаешь? То же самое работает и с нашим мозгом. Да, конечно же, готовиться к экзамену нужно, но это нужно делать весь год, не в последний день. В последний день ты перед смертью не надышишься. Если ты нагрузишь свой мозг огромным количеством новой информации или повторением старой, то ты только сделаешь себе хуже, потому что внимание и концентрация на экзамене утомленного мозга будет плохой. И ты пропустишь где-то нужное буковку слова, не туда запишешь ответ, то есть и покажешь не свой максимальный результат. Так, ещё раз, готовиться надо до экзамена в течение года, полугода, там, десяти дней, я не знаю, но не в последний день. В последний день это только отдых. И сейчас давай разберёмся, какие безопасные способы отдыха можно использовать в день перед экзаменом. А чтобы классно готовиться, приходи ко мне на курс. Если ты сейчас в десятом классе, то приходи ко мне на годовой курс Биофак, потому что там в течение года мы разберём абсолютно всё, и ты классно будешь готов к экзамену и затащишь его на максималку. Ну а сейчас давай поговорим о безопасных способах отдыха и полезных способах отдыха в день перед экзаменом. Первое. Не нагружать свой мозг. Да, то есть ты ничего не учишь, но ты можешь нагружать свой мозг какими-то другими способами. Ты можешь начать смотреть сериалы, ты можешь начать читать книжки, ты можешь начать залипать в соцсетях и так далее. Нашему мозгу в целом всё равно, какую информацию перерабатывать для того, чтобы воспринимать информацию. Просмотр сериала — это та же самая информация. Чтение книжки — это та же самая информация. Твой мозг напрягается и работает. То есть тебе кажется, что ты там отдыхаешь, чилишь, но на самом деле нет. То есть исключи любую умственную нагрузку на свой мозг. Любую. Да, просмотр сериалов, соцсетей, ленты и так далее. И чтение книг в том числе. Ничего, денёк переживёшь. Всё будет хорошо. Второе. Что можно делать? Можно спать, можно отдыхать, можно гулять. Гулять — это очень-очень классная история. Сейчас у нас лето, сейчас есть зелёные листочки. Просто прогулка по природе, по парку, по лесу и созерцание зелёных листочков очень положительно действует на мозг. Это доказано. Вот гуляй и смотри на зелень. И твой мозг отдыхает и набирается сил. Обязательно сходи погуляй. Следующее. Обязательно побалуй себя чем-нибудь вкусненьким. Желательно не сладким, но какой-то вкусной, интересной едой, которую ты любишь, которая доставит тебе удовольствие, которая поднимет уровень твоих горбонов счастья. И также, конечно же, вкусная и полезная еда — это в целом полезно. То есть у тебя в организме будут питательные вещества, чтобы кормить твой мозг на следующий день, завтра, когда будет экзамен. И также, конечно, это про удовольствие. Про удовольствие и про успокоение. Да, потому что когда мы кушаем, у нас активируется парасимпатическая нервная система. Это система покоя. Следующее. Это, конечно же, какая-нибудь расслабляющая история. Это может быть травяной чай, ванна. То есть так, чтобы ты максимально расслабился и настроился на хороший сон. Хороший сон — это тоже очень важно. И для того, чтобы заснуть, вот ванна — травяной чай. И перед сном обязательно, ну вообще никаких соцсетей, никакой ленты, вообще ничего. Вот прям вот телефон выключить куда-то, убрать, чтобы не было его в твоей зоне видимости. И перед сном обязательно нужно час-полтора побыть в более тёмной атмосфере. В более тёмной атмосфере я имею в виду, там, шторы зашторить, полежать, подумать, поразмышлять. Потому что когда у нас темно, у нас начинает вырабатываться мелатонин. А мелатонин — это гормон нашей суточной активности, который даёт нам качественный и хороший сон. То есть для того, чтобы запустить выработку мелатонина, нужна темнота. Поэтому перед сном никаких вот этих светящихся экранов, темнота, и аккуратненько ванночка, травяной чай, и отходим ко сну. Если не получается заснуть, и также это, кстати, работает, если у тебя возникает какой-то приступ, там, тревоги, паники, «О, боже, завтра ЕГЭ я не сдам, а я тут сижу и на листочке зелёной смотрю или в ванне лежу». Что нужно сделать в этом случае? В этом случае помогает дыхание. Это длинный глубокий вдох через нос и более медленный расслабленный выдох через рот. То есть вот так примерно. Делайте таких 10-15 вдохов-выдохов, и вы почувствуете, что вас отпускает. И в таком состоянии гораздо легче заснуть. Ещё раз, дыхание, ванна, чай, тёмные шторы для мелатонина, и вы настроитесь на хороший крепкий сон, качественный сон, в котором у вас отдохнёт ваш мозг ещё лучше, чем за этот день. Наша задача с вами прийти на экзамен в максимально крутой форме. То есть в это реально стоит вложиться. Этот день реально стоит запланировать именно таким образом. Это большой вклад в ваши баллы. Я серьёзно, я абсолютно серьёзно. Вот этот день может стоить вам 10-15 баллов на экзамене, потому что в нервозном состоянии, в стрессовом состоянии, в измотанном состоянии вы не увидите нужное слово, вы пропустите ответ, вы не то запишите в бланк, и так далее. Это реальные риски. Пожалуйста, проведите этот день именно так. Также хочу сказать ещё про дыхание. Дыхание – это универсальная штука, которая помогает вам в стрессовой ситуации. На мой взгляд, самая стрессовая история в экзамене – это тот момент, когда вы ещё не видели вариант. Вы зашли в пункт сдачи экзамена, у вас проверили паспорт, вас завели в аудиторию, посадили на это место, и вот вы сидите со своими рученьками, паспортом вот такой, вот такой на нервячке. Вам читают текст, начинают печатать кимы, и вы этот ким ещё не видели. Вот это самое такое волнительное состояние, состояние ожидания, когда вот оно, вот оно началось, а я ещё не знаю, что там, а вдруг там какой-то ужас ужасный, я не сдам. И вот эти мысли начинают крутиться в голове, и, ну, страшно. И нужно максимально успокоиться. В этот момент тоже вам поможет это дыхание. Когда вы делаете глубокий вдох носом и медленный выдох ртом, когда вы дышите таким образом, у вас начинает по-другому кислородом снабжаться мозг. И это работает. Сам факт того, что вы концентрируетесь на своих дыхательных движениях, а не на том, как там печатают кимы и что там вам попадётся, и тот факт, что у вас по-другому кислородом снабжается мозг, это успокаивает и, опять же, приводит к более лучшему результату в ваших баллах. Ты помнишь, как это было? Я егодаю каждый год. И, соответственно, да, помню этот момент, он действительно самый страшный. И да, хочу вам рассказать страшную сказочку, как я потеряла огромное количество баллов именно потому, что я такая, такая вся, ну, я же тут приду, я же тут с ноги сдам, и я не готовилась именно физически к экзамену. Что я делала в день перед экзаменом? Провела три веба, до ночи сидела, делала какие-то скрипты, потом встала в какую-то непосредственную рань, потому что у меня экзамен был не в моём городе, а в соседнем за 50 километров, туда надо было ехать на электричке. То есть я была вымотана просто в хлам. Я спала часа три перед экзаменом, а до этого я действительно очень много работала, потому что был там завал на завале, курс на курсе и так далее. И я пришла на экзамен, и я реально неправильно прочитала задачу. Я у меня, я не знаю, как так получилось, потому что, опять же, это была история, что я хотела эту задачу выучить, запомнить, чтобы прийти и тоже провести стрим и показать, что было на досроке. Я её читала, я её учила, и я, как я называю, долбилась в глаза, я пропустила там два предложения, которые в целом поменяли ход решения задачи, и я за задачу, я её решила неправильно. Это история не про то, что не знал, это история про то, что физическое состояние на экзамене очень сильно влияет на ваши баллы, очень сильно. Не повторяйте моих ошибок, не будьте самоуверенными, не думайте, что если вы сейчас в последний день что-то прочитаете, это вам поможет. Нет, это вам навредит, это вам навредит. Готовиться надо было раньше, готовиться надо было все остальные дни, но в последний день это только-только работа над тем, чтобы собрать себя в кучу и показать свой максимальный результат, чтобы все те знания, которые вы приобретали до этого, не рассыпались, не выветрились, чтобы вы всё вспомнили и действительно показали свой максимум, чтобы Ким пожалел, что он вылез из этого принтера, чтобы не было ничего вот такого вот, чтобы вам помешало. Очень, очень вас прошу, запланируйте этот день именно таким. А о чём ещё нужно позаботиться, это тоже очень важно, это собраться на экзамен, подготовить себе одежду, подготовить себе гелевые ручки, чёрные гелевые ручки, две-три штучки. Ребят, одной гелевой ручки мало, она, ну, во-первых, может не записать, а во-вторых, если вы хорошо готовы к экзамену, то вам не хватит одной гелевой ручки на написание второй части, она у вас закончится, и вам понадобится вторая. Две гелевые ручки, то есть если вы классно, круто готовы и нормально расписываете вторую часть, это вот обязательно. Следующее, непрограммируемый калькулятор, паспорт, всё собрать, купить себе водички обязательно, если хочется, можно купить себе шоколадку. То есть вы должны встать со спокойной, там, не знаю, душой, выспавшейся, одеться, позавтракать. На завтрак советую себе тоже приготовить заранее что-нибудь вкусненькое, приятненькое, что вас порадует. Но, но, мои хорошие, как вы знаете, что во время стресса, а любой экзамен – это стресс, не волноваться невозможно, у нас активизируется симпатическая нервная система, которая гасит нашу пищеварительную. И не хотеть есть – это нормально. Если вам не хочется кушать в данный момент из-за стресса, не надо кушать, не надо кушать, попейте водички, возьмите с собой водички и идите спокойно на экзамен. Всё будет нормально. Поверьте, ваш мозг от отсутствия питания хуже работать не будет, потому что наш уровень глюкозы всё равно поддерживается на постоянном уровне и всё будет нормально. Ничего страшного не произойдёт. Но если вы будете пихать в себя еду через силу, то вас может стошнить, и это тоже не очень приятно. А если вам хочется кушать, то, конечно же, обязательно позавтракайте и побалуйте себя чем-нибудь очень приятным. Это здорово. Ну а если вы очень сильно переживаете, стрессуете, то обязательно напишите в комментариях, как вы с этим справляетесь, что вы делаете для того, чтобы снизить свою тревожность. И обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что здесь очень много всего полезного, классного, замечательного и мотивационного, и уроки, и стримы, и в общем. Я буду очень рада видеть вас среди своих подписчиков. С вами была Ксенияна Польская. Пока.